Итак, всем привет, с вами Атом, добро пожаловать в Хердфайрн4, и у нас сегодня начинается Новый Год, всех с Новым Годом, кстати. Ну и в общем-то начинаем мы год с Австро-Венгрии, исторический фокус и поехали. Пойти вот сюда, он нам надо. Начинаем сразу фокусы. Пока давайте пару фабрик поставим, там посмотрим. Во, нам само собой тоже пригодится, пока без техники. Пока давай так. Так, а наши дивизии пока что расставляем. Давайте как-нибудь так расставим. Боевые действия вести против Австрии. Желательно. Без боевых действий, иначе не снимается дебаф и ты сидишь в проблемах. Как-то так расставимся, растянем максимально их армию, свою армию тоже заодно. А в Германии гражданка, кстати. Давай рабочую лошадку. Кстати, у нас производство не стоит на винтовках. Избираем короля и дальше у нас как раз таки Гасбурги начнутся. Эти рабочие условия прожмем. Это, ну, один фиг нам надо стабильность повысить. Ну и дальше военный захват пойдем, само собой. Зимняя распродажа в Стиме скоро закончится. А значит тебе пригодится серия Steam Купикод. Где ты найдешь самую низкую комиссию на рынке. Помимо этого Купикод полностью повторяет зимнюю распродажу в самом Стиме. В разделе недоступная в РФ собраны игры, которые нельзя найти в магазине Стима. Но благодаря Купикоду их можно получить на свой аккаунт. И не нужно будет париться с новым аккаунтом. Также по моему промокоду комиссия на пополнение Стима снижается на 2%. И дается также скидка в 10% на покупку игр гифтом. Купикод это больше чем сервис пополнения Купикод. Это игровая система. Они делают упор на честность и развитие комьюнити. А также организовывают турниры и предлагают систему лояльности. Пополнение Стима здесь происходит просто дешево и безопасно. Для этого вам достаточно ввести свой логин, ввести промокод и применить и нажать оплатить. Сервис не будет запрашивать у вас ни пароли, ни других данных от аккаунта. Только логин, который нужно пополнить. Поэтому ваш аккаунт останется в безопасности. Для зарегистрированных пользователей же будет действовать кэшбэк на каждое пополнение и покупку. Также через Купикод можно пополнить и казахстанские аккаунты. Ну и также другие регионы Стима. Турция, Казахстан, Аргентина и другие по выгодным ценам. Ну и безусловно Купикод крайне выгодный сервис, который вам поможет сэкономить. Ну и достаточно просто получить желаемое. Ну и здесь вы сможете также найти и розыгрыши, которые проводятся регулярно. Сейчас проходит зимний розыгрыш между пользователями сайта Купикод. Переходи по ссылочке в описании или закрепленном комментарии и приобретай игры или пополняй свой стим с помощью Купикод. В теории на Австрии можно и тоталку поставить, но это надо овер дофига политки, потому что у нас военной поддержки просто не будет. Конечно, заманчиво сейчас поставить какого-нибудь советника на опыт армии. Все сюда закидываем и нам надо все равно танки хоть какие-то, но производить. Поэтому давай подисследуем их хоть. 99 стабильности, к сожалению, больше не будет. Так, все, на Австрии пошли. Надо пропаганду, кстати, прожать. Ну для начала давайте призыв хоть как-то поднимем. По-хорошему на 5% бы сразу, но это извините, куда деваться. Надо как-то нашаманить нам военную экономику. Вот здесь как раз-таки вот шанс у нас пройти дальше. Ну хотя он такой призрачный очень. Ну давай попробуем пропаганду прожать. Ну надо все-таки военку. Этот лес, кстати, можно сдать, он нам не нужен особо. Пускай заходит. Это нам на руку. Ну-ка давай-ка попробуем жахнуть. Тогда сюда ударим. На Югославии раздробляется еще. Все. Сразу давай дальше. О, на один фиг тут дивка в котле уже палит. Надо моторки еще строить, кстати, да. За зимы, конечно, тяжело сейчас будет пушить их. Ну пока что промышленность развиваем, как бы. Хорошему их не забивать, чтобы хоть какие-то винтовки из них вытащить. В идеале, конечно, до 5% призыва дойти. Ну вот как раз 300 палитки надо. Нам еще по-хорошему-то надо подождать, чтобы у нас накапало палитки нормально. Можно даже ради этого без фокуса посидеть. Обилиз, давай сразу расходимся. Здесь держим. Кавалерии попробуем разойтись. Кава и все побыстрее, конечно. Будет так. Военка пошла. Дальше все на призыв. Отсюда можно дивку тоже сюда перекинуть. Градс мы взяли. Попробуем сразу соседнюю клетку занять. Мне тут надо гору-то занять не самому. А снабжение надо соединять. Ну мы уже, по сути, можем вену захватить. Но это вполне даже можно сделать, потому что они не капнут сейчас. У них только половина капитуляции. А вот еще немножечко тут разойтись. Это точно будет нужно. Все в котле. Нам спокойнее жить. Как только надо будет, тогда и захватим. Сейчас надо призыв в первую очередь поднять до 5%. Потому что иначе потом будет такой лютый дефицит людьского ресурса. Ну блин, мне так-то еще получается 100 дней с ними воевать минимум. Чтобы накопить. Опыт-то тоже нам пригодится. Ну правда. Много тут его не будет. Давай 2,5%. Наверное, даже без фокуса сейчас пока посидим какое-то время. Рейхи закончилась гражданка. И мы ставим 5% призыв. И мы начинаем их капитуляцию. Выгнали. Сейчас у нас все пободрее в любом случае. И пошли реставрацию проводить. Пока что здесь даже можно жесткие нормы поражать. Побольше с них промо вытащить. И по фабрикам давай, наверное, последнюю достроим. А там уже начнем военочки клепать. Начинаем клепать новые дивизии. Сейчас нам надо увеличивать жестко армию. Хорошему, конечно, лопату еще сюда пихнуть, которую надо изучить. Вот для начала можно хотя бы арту пихнуть. Так, ну как-то мы бы могли, конечно, пакты не нападения с ними заключить. Но пока что давайте улучшим отношения. Просто там поглядим. Может, как все выйдет. Чехословак тоже, может, фокусов понаберет. А он, кстати, в Чешской Антанте. О, это фигуа. Германская империя, пакты не нападения. Ну, нам только за. Можно даже альянс создать с ними. Так, давай авиационного сразу. Ну, пакты не нападения они заключат особо не захотят. Просто туда пойдешь, там проблем нахватаешь. Туда пойдешь, тоже проблем нахватаешь. Куда мне идти? О, по-хорошему, давайте все-таки касочку-то добавим. Надо же было ему так рано чехосквонтанту сделать. Ладно, давай попробуем. Ничего особо не теряем. Да улучшим до максимума. Бояника. Давай попробуем какую-нибудь лицензию взять. Чего у тебя есть, интересно? Особенно того, что он одобрит. Не знаю, лицензии, конечно, особо ничего не дают. Сейчас напряга повыше, может, как-то хотя бы получится. Эта армия сейчас, конечно, не маленькая, но и одновременно маленькая. Богемия согласилась на более тесные. Ага. Ладно. Хотя бы так. Аннексировать мы еще их успеем. Поэтому давайте мы что сделаем? Гаранты тут от Франции остался, наверное. Сейчас контанта осталась в одиночестве небольшом. Поэтому давай. Этими займемся. Можем сблизить себя с чехами. Да там какие у них? Да колонии мне еще их надо только. Ой-ой-ой. Прилично на это надо потратить, конечно. Пускай только мои тренируются. Вот с поездами у нас голяк. То есть надо жестко на них накидывать. Так, средний танк у нас есть. Это уже не дурно. Давай моторку. Авиацию тоже надо подкачать так-то. Хотя бы какую-то. Но на это времени, конечно, надо уйму. Но в любом случае оно надо. Поэтому одна ячейка у нас только этим сейчас будет заниматься. А, мы же только претензии получаем. Е-мое. Да, кстати. Чтобы понизить ее, нам надо на ее территории строить. Что-то я забыл. А-а-а, мне еще надо ее достаточно понизить, чтобы это начать делать только. Потом лопаты всем раздаем. Так, а как мне ее понизить-то тогда? На фокусе, что ли, посидеть? Такое себе. У нас 0.5 ежедневно. Это мне надо больше года на фокусе просидеть, чтобы понизить его. Если так вот эти сближения постоянно прожимать. Румы не отказываются передать транселиванию. Но мы, разумеется, слишком далеко, скажем, что они зашли. У нас претензии все равно есть. Поэтому мы рано или поздно объявим. Пока что давай Буковину. Кого мы посредники возьмем? Давай Германия, у нас хорошее отношение. Провал усилий. Э, блин. Так, давай тогда нашу армию на их границу. Нас предали все-таки, поэтому давайте начнем. Немножко незапланированная, конечно, война была. Вроде тоже идет все неплохо. Греция, право прохода. Нет, я им откажу. Я у них запрошу его. А тогда да. Трина, давай по второй, наверное, пойдем. Там терморяки сыграем. Там как пойдет. Сейчас давай здесь попробуем котелом совершить. Нам же не в заднице. Нехороший человек. Давай его с двух сторон жахнем. Блин, сейчас вот горы остаются. Это вот проблема на самом деле. Сразу вторая доктрина. Это долго выбивать, но на стенде, конечно. Я думаю, тоже сработает. Типа те же аэродромы нам понадобятся. Когда они. Пускай будут. Если сейчас будет работать, то будет отлично. Да, работает. Хотя бы так. Могло быть, конечно, получше. Хотя бы так. За колебальными лаван стендах стоит. Разбегаемся. Пока есть момент. Так, а что потеряем 20 тысяч плюс 48? Ну ладно, еще пойдет. Сейчас главное горы, что выбьем. Хотя бы жить можно. Да, генерал качается. Как уважаем. Конечно, куча дивизий на котлах стоит. Это вообще не очень. А какая надо к винтовкам идти? Это без винтовок я вообще ничего не сделаю. С хабами тут, конечно, беда. А тут, ладно, на задержание просто оставляем. А тем временем, давайте перекатимся мы. Ну, давайте их людей. Не знаю, без снабжения это пушим. Это, конечно, вообще нечего. Вот здесь проход открыли, давай. Пока самолеты 300 дней. Ну, пока пушки тогда. Здесь просто напрямую, походу, пушить перед ним. Просто вот если хаб мы задержим хоть как-то, еще хоть что-то будет. Ладно, хотя бы взяли. Уже неплохо. Там капитуляция у них большая часть уже взята. Не останавливаться, идти дальше. Потому что капнуть их сейчас более чем возможно. Пока у него тут арги нету в ближайших дивизий. Ну, слушай, достаточно маленькие потери даже. И Румыния закончилась. Ну, мы, само собой, присоединяем к себе непорядок. У нас появились великие верфи. Так, призыв к оружию. Ну, и сейчас точечно будем прорываться. Конечно, у нас пехота. Я бы не сказал, что для наступления осталось 80 очков. Дивизии хиленькие. Здесь попробуем тоже. Всем фронтом на ласт энд. Ну, да, конечно. Можно идти дальше. Не, ну, конечно же ласт энды. Как же иначе-то? Ну, сейчас снарягу всю свою потратить просто и все. Хватит тебе дивизий спамить. Я же их потом расформирую все равно. Прошу, пока промышленность развивать. Там все остальное. Отчасти можно даже краков выбить. У нас тут вроде началось. Откарков выбить тупо из-за хаба мне надо. Ну, давай котел попробуем этого фронта сделать. Ну, и понижаемся сразу. Дальше у нас уровень марионетка. Все, мы можем на нем, наконец-то, строить нормальные вещи. Но пока я вот хаб-то не выбью, ну, фиг что сделаю. Хотя здесь захватили. Можно сейчас все даже дашечку бахнуть. Как-то опасно тут действую немного. Ладно, пора тогда нам легкие танки производить. В допку хотя бы. Все, 25 опыта пошли производить. А в Донске у него даже дивизии стоит. Следующий уровень у него марионетка. Господи, как это долго будет. Давай пока царя Бориса возьмем, да. Расширим фронт будущий против Югославии заодно. Все, заработали хабы, наконец-то. Сейчас пополняем дивизии немножко. На, вылетают нормально они. Там, наверное, еще авиация неплохо помогает, да? Вот так удобно получилось, что прямо здесь столица. Давай, наверное, через левую все-таки. 10% исследований, конечно, приятно очень будет. Вот Данцик забиваем и, наверное, капитуляцию не будет как раз. Так, давай сближение с Чехословакией. А они все сюда дивизии специально что-то заводят? Ну, придется забить их. У меня больше вариантов нет. 4%. А флот мне точно пригодится. О, можно, кстати, специалиста по пехоте из него сделать. Да, давай. Слушайте, эти дивизии давайте на всякий случай поставим на границе у вот этого от германского человека. Он демократ, конечно. София готова. Давай сразу же здесь начнем клепать. Бельгия является гарантом. Это еще вечная война начинается. Болгарата разнести это вообще никаких проблем у него, армии нету как таковой. Одной дивизии, конечно, лучше оставлять в клетке, чтобы не было приколов. Ну, не сказал бы, что моментальный. Софии что-то он решил встать. Ладно, окружаем, зажимаем. У нас так-то с призывом самая главная большая проблема. Тьфу, блин, Британия. Надо было через этих объявлять. Ай, ладно. Все зато в Чешской Антанте. Ну, все, как бы у меня вечная война. Главное, успеть их капнуть хотя бы до прихода британцы. Ну, да, меня с воздуха просто мутузит. Пока я тут аэродромы все не заберу, я, чувствую, буду страдать. Блин, всего-то надо было на Марине так объединить войны, а не на... Хотя бы морпехи сейчас следуют хотя бы какие-то войска нормальные сделать. Просто масштабно всех обойти. Германия порицает Советский Союз. Ну, он сейчас будет всех объединять, наверное, на это дело. Мы можем, кстати, с Германией создать альянс. Так-то. Даже так. Белград взят. Сейчас маринеточки у него полетят. Маринеток капнули. Стоится британец. Сто тысяч потерь у нас. Ну, подолбились пехотой, что тут сказать. Нехватка у меня людей-то приличная уже в дивизиях. Вот 10-процентный призыв. Мне как-то надо вот эти горы выпушить сейчас. Вообще хабов нет. Да и здесь у нас помощник есть хороший. Давай, короче, создадим альянс. А там посмотрим. Просто обезопасим себе немножко границу. Все, маринетка. Дальше интегрированные. Блин. Без ПВОХ в дивизиях-то я до сих пор. Е-мое. А потом, почему такие потери? Прокачал бы он промо. А то как-то уже строить нигде. Промо такая работает просто в никуда. 40 военных. У меня, блин. Мне бы так и пригодился бы этот сейчас промо. Я тут такой фигней страдаю в этом. Тоже горняка вкачали. А вот остается захватить только Далмацию. Мы можем хоть решение поражать. Но это надо вот сюда перейти. Так, ну что ты готовый, товарищ? Помогай. Не в службу, а в дружбу. Надо помочь. Вот он сейчас упарывается. В принципе, даже пробить может. Немного по могучим смогу. Дивизита в любом случае чуть-чуть получше, чем у него. А, ну тут авиация начала работать у него. О, красавчик. Блин, 10% вкладов уже. Я чё, зря воевал? А неужели? Ух ты ж, ё-моё, это сколько дивизий. В Нобельгийце 30 дивизий здесь. Куда ты столько навёл? Женем тут, разумеется, тоже ничего хорошего. Потому что хабов нет. Короче, сейчас сделаем огнетанки. Потому что от обычных танков пока что у меня вообще толку нету. А вот эти сейчас дивизии как раз можно у этих морфехов сейчас переделать. Так, давай референдум сразу. Становление династии Газбургов. А мы тем временем вернули Хорти. Вот так вот. Всё, и аннексированная территория у нас будет ещё чуть-чуть надо поднажать. Ой, мы так пром у него хорошо сейчас сжахнули. Но нам без Брюсселя тут делать нечего. Вообще от снабжения. Либо напоминать, конечно, вот на этих ещё товарищей. А, тут восточно-азиатской. Не вариант. Давай Люксембург тогда. Сейчас надо 300 палитки накопить. Ну, благодаря хабу, может, у нас сейчас получится что-то. Ну, да, получишь. Только вот вопрос, сколько вкладов. 28% уже навоевал. Прикиньте, да? С Лекссембургом, может, и получше стало, но не намного. Ну, вот. Кстати, у нас тут две угрозы большие. Финну я не буду призывать. Они с двумя блоками воюют. Блок народного фронта. Ну, кстати, нормально такой конкурент у нас. Без немцев тут больно будет. А чипа ложками её застроим. Ну, просто надо аннексировать. Мне они как-то люди нужны. А чё они там в такой толпой не могут финны запинать, что ли? Не знаю. Наверное, пока сядем на фокус, чтобы побыстрее. Танки начали появляться. Сейчас вот главное мне доделать шаблон. О, они решили пойти в абсолютно бессмысленную атаку. Ну, давай перейдём тогда туда. Слушай, может, там Тверпан выбьем? Там бельгийцы стоят. Чё-то я забыл про Тверпан. Вполне реально. О! Ну, на другое дело. Подловили на атаке и всё. Давай часть дивизии сразу сюда, чтобы они в бою попробовали зайти. Так, с бельгия разобрались. Можно, в принципе, и на Италию сейчас напасть. Морпеха огнетанки, в первую очередь, да. Так, танки почти готовы. А, у меня всё это на огнетанках стоит. Прикольно. Проблема Австро-Венгрии в том, что у неё ресурсов вообще нет. Так, ну что, давай, в общем-то. Надо присоединяться к моей империи. Ну да, он само собой присоединяется в Альянс. Просто наваливаемся со всех сторон на него. Блин, ну немец, не надо ко мне приезжать, пожалуйста. Жесть, конечно, его тут. Навел дивизию он тут добротно. Ну тут, по сути, вся армия у него. У него здесь-то не сказал больше, что сильно много дивизий. Сейчас тогда часть переводим на Италию. Часть добиваем албанцев. Транспортники есть, ВДВшников можно сделать. Можно даже их качать. А полномасштабная высадка британца, поддержку итальянца, нормально. Кстати, могу поражать, включить его империю. Ну и где мой призыв? А, о, навалил 1,3 миллиона. Ну, пока дивизии спамим. Еще 50 хотя бы навернуть. Ну, когда ты их выбьешь. Ну, что там? 200 очков. Я уже в очередной раз все построил. Так, вот это мне не нравится. СССР. Хе-хе-хе. Ну да. Ну да. Сейчас будет больно. Ладно, давай забираем дивизии тогда. Такое, Советское Союз. Ну, кстати, у него дивизий не так много, поэтому не так страшно. А вот с Францией, ну, неприятно. Дальше тонна морпехов, еще тонна на подходе будет после развертки этих дивизий. Что-то танков пока что не хватает. 50 очков всего, давай. Я думаю, этих военных как раз должно хватить. Британцы уже опять приперлись. Здесь они уже все отрезаны. В горах, конечно, Месилова. Все, танки у меня почти готовы. Можно их, в принципе, и сюда прислать уже. Ну что ж, мы аннексируем его, да? А, ну, наше. На сотый инфриарь я уже сделал. Ну, сейчас у нас массовая переделка войск, у нас снаряги беда. Призыва 2 миллиона в запасе. Так, а давай-ка морпехов сюда на автоплан. Что, танки-то пробьются когда-нибудь? Ну, вроде могут. А, здесь высадки. У меня тут переделки дивизий, конечно, не позволили сильно отбиваться от них. Ну, ладно, там холмы, я думаю, сами задыфуют. Конечно, в Италии... Ммм. А, ну, передадим территорию. Пока остальные не приехали, надо его по-быстрому ликвидировать. Пока наймем пустышек стандартного шаблона. Китай в честь Куантант уступил. Чего? Нам бы капнуть это все дело до вступления СССР. То будет неудобно немножко воевать так. Мне кажется, спокойно, потому что у меня дивизия уже за глаза. Так, оттого у нас 40% вклада. Не понял. А потому что это с Китаем до сих пор воюет. А, ну да. Прикольно, тупо из-за того, что Китай воюет у меня вклады меньше. А, ну, у нас марионеточная Италия есть за то. Так, вот эту тему я и ждал. А, нет, тут танки дальше ничего не смогут сделать. Только морпехи, только тук хардкор. Литовская СССР ищет гарантии. Ну, допустим. О, советские дивизии появились. Все, а тут у нас закрыто. Все, наконец-таки. Куча дивизий в котле уничтожена. Это победа. Ша, полетим. Давай-ка порт еще один забахаем по-быстрому. Когда две с половиной линейки строят, конечно, в печали. Толку она хотела наши гарантии, когда она в советском парке. Так, ну что? Такой вот прикол мы нарисовали им. Посмотрим, насколько быстро они капитулируют. Сейчас пока они арбузы восстановят. И готовимся. Так как там с воздухом и воздух красный, ага. Значит, не совсем мы готовы. Тяжело выиграть воздух так. В таком состоянии, конечно. Зато на 100 инфре сейчас все строим. А резину я смогу закупить такой вопрос. Только если я сам НПЗ-шки построю, походу. А мне еще их и не изучил. Строить-то их надо в любом случае. Но тут вопросы появляются. Сделаем так. Чтобы сильно не помирать. Пока попробуем что-то построить из авиации. Давайте 150 дивизий на тот фронт лучше закинем. Сейчас по-быстрому тогда Францию капну. Я что-то как-то потерял в этот момент. Дивизий тут более чем достаточно. Сейчас по генщикам их раскидать хотя бы. Не знаю, все с перегрузами, конечно, будут. Сейчас главное с фран... О-о-о-о. Это ты ошибку совершаешь. Фатальная ошибка. Напал настолько больно, что не нападает. Давай тогда на плане. А, на немец призвать, да. В коле столице. Можно дождаться, чтобы она в Париж уехала и быстрее еще капнуть его. Так, фронт тут стоит. А-а-а. Ладно, немец, я думаю, там разберется. В конце концов, после Франции там восстановим положение. Париж как раз переехала вовремя столица. Юнкертия закрываем их. Уже пром хотя бы пошел строить. Так, ну что? Зеленый воздух, фламенши. Можно пожелать второму? Французы, конечно, сейчас РСД-точение сил жесткое. Он там и Сери был, и везде был. Где только возможно. Морпехи-то, ну, спецвойска, это сейчас лютая имба. Особенно, если вкачаешь две доктрины. Ле, у меня пацаны просто машину пушат сами. Еще. А че, Испанец тоже в войне? А-а-а. Ты за что? А, на пушим испанцы, так далее. Не знаю, где мне резьбать. Но вот сейчас Испании достанем, конечно. Кстати, да, вот Испания реально хороший источник ресурсов сейчас мне будет. У нас тут так хорошо они стоят, а я даже трогать их не хочу. Блин, вроде агрессивный план стоит, но че так они как-то так вяло пушат. Ну, слушай, сейчас вольфрамом нормально все станет. Португальский вольфрам-то заберем и все. Спокойно можно весь мир морпехами каким-нибудь красить или горняками, там, кем угодно. Нормальные шаблоны сделать, и мы все. Надо более точечно наносить удары. Можно взять лицензию на НПЗ? Я бы уже это устроил. Ля, вот эта великая гегемония вместе с демократической Германией. На фашистской Австро-Венгрии. Мг, мг. Первая цель достигнута. Какая-то из страны капитулировала. Они все пытаются Голландию покрасить. Блин, ну я высадки нарисовал, не хочу перерисовывать. О, голландский рейх. А че, он аннексировал свою моряную? Отлично, но у меня резина есть. Строим на всю катушку. Ага, и прикрываем голландский рейх, потому что это наша резина. Надо спасать пацанчика. Его терять нам точно нельзя. Даже попрощу проход. Его я терять не буду. Это единственная резина, которая у нас с немцем есть. Так, у нас 2000 средних огнеметов. Зачем? Пока у меня нормальная авиация не будет, у меня размена будет, конечно, в говне. Получится, запустим выставку. Не получится, не получится. А, Америка свой Олен сделала. Ну, нормально. Хорошо живет. Все, тогда начинаем сейчас масштабно строить резину. У нас вот инфри. Тактика мути, само собой. А немец там веселится уже в Финляндии. Пошли, разнесен за эту штуку. Сейчас их просто в один большой котел загоним и все. Ну, и когда-то им штурмайки, наверное, построишь. Да, моторизацию забыл поставить, бедным. Ой, они установлены, кстати, именно в Балкан, вот сюда вот саживаются. Ну, 40 заводов на Истребах. Должны сейчас перемастить их. Когда бычу качаем, чтобы резина сразу побольше появляла. Мне место уже начал строить, но только в 42-м году, правда. Хоть когда это, блядь. Ну, малая крапнула от кого? Колландский рейх, он его не тащит, понимаешь? Ну, конечно, он с Японии. Размены пошли нормально. А здесь мы почти готовы. Размены выправляются, количество у него падает. Четыре сотни транспортников готовых десантировать жестко. Слушай, давай, наверное, Витебск возьмем. Мы пойдем вот так вот их соединиться с вот этими дивизиями. Тут поменьше сейчас котел сделаем немножко. Уже 10 своей резины. О, воздух выиграли, но не там. Он сейчас так и будет перевешивать воздух, блин. Ну, что мы тут нормально так поперли. Походу и на автоплане получится. Вот это больно. Проблемы танков на самом деле. Что за ним пеха часто не успевает. А спасать. Получилось. Я не вижу просто как-то не заглянуть туда. Так, ладно, морпехи тогда поплыли. И вы тоже. Ла-Манша надо как-то добить про сходство 80%. Все, полетели. Дождь из мужиков. На вас, навалится. Этот вечно перевешивает воздух, блин. Ладно, основная высадка была совершена, поэтому уже никаких проблем не будет. Того капнуть-то 5 секунд. Слушай, даже почти все высадились в итоге. У меня, конечно, тут анархия просто с планами этими. Все, разнесли мы здесь. Давай тут тогда свои территории обратно присоединяем. Так, а мы за Венгрию Миколоса Хорти сделали очень хороший флот. В ачивку получили. Потому что я весь французский флот забрал. Британский. Французский еще пока не успели. Удер, уважаемый флот, конечно. У нас там, оказывается, Ком Китай побеждает. Всего две верфи на стороне, зато флот какой. 300 кораблей. Остается Советский Союз, который уже 2 миллиона потерь понес. От нас с Германией. Что, у него дивизии вообще как будто нету, что ли? Ну, 150 дивизий, а где они все? Ну, ж до Москвы дошли. Ну, нормально так, в 42-м году всех покрасили, считай. Конечно, на пару с Германией, но реально немец в этой катке много что сделать. Потому что у него фронт он держал многие. И помог, как бы. Вклад у нас пополам с Германией все равно. Единственное, в чем у нас минус, то что мы у итальянца регионы не смогли отжать. Из-за его гражданки, как минимум, не можно было, конечно, поражать, не отдавать регионы. Ну, до Урала тут придется идти. Коллаборационистов я не делал, я вообще агентство забил. Сейчас нам 4%. Просто дивизии без организации уже тут гоняют. Все. Наконец-то, 3 миллиона потерь. Аж даже. Оказывается, сырая Аляска была. Хе-хе, все это время. А Франция у нас тут стала свободной. Вот я попытался немножко Францию отвоевать. В итоге получилось 2 Франции. Одна моя Франция. О, да, блин. Вот такие мирные конференции. Ладно, давайте на этом заканчиваю. В принципе, основное все сделано. Ну, с немцем воевать, я думаю, вы понимаете, что не будет особо тяжелого. У нас уже все свое есть. Как бы танки, опять же, я не сильно делал упор на них. Хотя уже даже на складах накопилось их на малое количество заводов. Надеюсь, вам понравился наш ролик. Не забываем ставить лайк и подписываться на канал. Ну и также вступаем в телеграм-канал. Всем удачи и пока.